Всем привет! Небольшой пример записи видео на смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Запись идет в 4К 30 фпс. Заодно я хотел в этом видео немного дополнить свой обзор на ноутбук Honor MagicBook Pro 16 дюймов. На канале можете посмотреть, ссылочку оставлю. По обзорам, кстати, привезли еще Samsung Galaxy S20 FE. Сейчас вот тестирую экран. Естественно, выйдет обзор и на Xiaomi Mi 10T Pro. Там есть о чем вам рассказать. Сравню с OnePlus 8 Pro, потому что либо этот телефон, либо оставить Xiaomi. Мне, собственно, даже сейчас самому интересно, как Xiaomi справится с записью видео в помещении. Так как для обзоров иногда я использую смартфоны. Так вот, возвращаемся к ноутбуку. О чем я хотел рассказать. В комментариях народ писал насчет тачпада. Ну, насколько я понял, действительно была проблема в модели 19-го года. Он дребезжал, люфтил. Вот конкретно в моем экземпляре ничего подобного нет. То есть, никакого люфта. Нажимаю, щелкает. Так, чтобы свободно что-то там ходило, скрипело. Здесь такого нет. Задняя крышка, кстати. В обзоре говорил, что пластик. Нет, здесь металл. Ну, по ощущению, на самом деле, действительно напоминает пластик. Но посмотрел разбор. Там, собственно, металлическая пластина, но очень тонкая. То есть, корпус полностью металлический. Тачпад все-таки это пластик, потому что он теплее, чем основная часть корпуса. Соответственно, металл, как вы знаете, холоднее. По ноутбуку. О чем я хотел вам рассказать. Забыл приложить в обзор тесты на троттлинг. Тестировал я в AIDA. Запустил тест в течение 15 минут. Нагрузка на все ядра была стопроцентная. Ноутбук не был подключен к зарядке. Посмотрите, что мы получили по температуре. Средние 96 градусов. Максимально здесь 104. Но я посмотрел по характеристикам конкретно данного чипа. Было 105 градусов. Ну, то есть, ограничивается лимитом. Но, что самое главное, обратите внимание на частоту ядер процессора. Среднее значение, вот крайний правый столбец, как видите, где-то 300-3400. То есть, в случае максимально непрерывной нагрузки, процессор заметно не троттлит. Почему такая высокая температура? Ну, как я понимаю, в случае ноутбуков здесь производителю приходится выбирать, либо повышать заметно скорость вращения кулера, тогда он будет еще сильнее шуметь, либо ограничивать температурный лимит и понижать частоты. Так вот, здесь, как можете видеть, спустя 15 минут по частотам 3300 МГц. То есть, все ок. Дальше. Adobe Premiere. Давайте посмотрим на, собственно, таймлайн, на воспроизведение ролика в полном разрешении. Компьютер, ноутбук не подключен к питанию. Так, ну, как можете видеть, все ок. Давайте заодно оценим нагрузку. Значит, на процессор где-то 29-30%. Видеоускоритель минимальная нагрузка, где-то 8%. Ну, то есть, 4К, 30, легко, без проблем. Так, давайте проверим, насколько быстро он справится с экспортом данного видео. Длительность 5 минут, 2 секунды. 4К, 30 FPS. Давайте выбираем медиа-контент. Кодек H.264. Битрейт. Битрейт увеличу до 40 Мбит, я думаю, в самый раз. И нажимаю экспорт. Запускаем таймер. Выводим нагрузку. Так, смотрим. Процессор от частота 3.9. Видеоускоритель. Температура. И также показывает нагрузку. 47%, 49%. Ну, то есть, при экспорте работает не только просто, но и видеоускоритель. Время видео 5 минут, 2 секунды. Пока вентилятор не работает. Ноутбук не подключен к питанию. Если подключить, я думаю, производительность будет повыше. Так вот, начал работать вентилятор. Но, как я вам сказал в обзоре, при повседневном использовании, это браузер, YouTube. Вентиляторы вообще не работают. При рендеринге видео, в играх, в синтетике уже слышно. Их работу. Так, проц смотрим частота 3.88. Отлично. Не сбрасывает температура видеоускорителя 68 градусов. Пока ничего критичного. Ну, давайте я нажму на паузу. Ближе к концу. Возобновлю запись видео. Так, продолжаю запись. Смотрим. Частота 3.9 ГГц. То есть, просто не тротлит. Графика нагрелась до 75, 77 градусов. Даже 60, 60, 59. Так. Все, стоп. В итоге получили 3 минуты 50 секунд. Экспорт видео. Длительностью 5 минут 2 секунды. 4К 30 фпс. Ну, в общем, как-то так. Просили рассказать. Собственно, и рассказываю. А с фотошопом никаких проблем нет. Даже если много слоев. Память. Накопитель здесь быстрый. Памяти хватает. Ну, и процесс тоже хороший. Как могли видеть, да, нагрев есть. Но частоты он не сбрасывает. То есть, не тротлит. Ну, пожалуй, на этом все.